да ребята всем привет это про меня прям история поехал я короче сейчас на дачу собирать малинку малинку крыжов сейчас только вышел из дома представляете только вышел из дома была ясная хорошая погода тепло как относительно тепла 20 градусов сел в машину только-только вот-вот отъехал что вы думаете просто ливень стеной просто так стеной как будто с ведра поливает сейчас конечно это уже такое достаточно и явление так скажем так две-три капли падает но конечно не буду в машину пока выходить что куртка у меня рабочие там на даче вот очень короче я как всегда как всегда утро у меня сегодня началось как обычно очень рано потому что нужно было ехать на базу за фруктами и овощами я уже отработал сегодня ничего там не снимал не знаю не хотелось до особо и сегодня нечего было показывать потому что сегодня мне очень мало позиции было который нужно было купить вот поэтому решил сегодня так быстренько съездить и вернуться обратно вот и следующий раз дома поснимаю потому что будет очень много вкусного товара вот я вам конечно же покажу что это будет так пока я пробираю вот здесь сквозь здесь сквозь дебри сквозь заросли травы трава уже начинает желтеть остался один месяц лето и или можно сказать уже заканчивается закончился даже одежда здесь покосил траву все приехали не реклама купил сегодня увидел по скидке в пятерочке вот такой вот пепси пепси манго вот видите пью такую какашку очень редко очень редко она безумно вкусная ребята просто вот именно пепси манго очень вкусно я знаю что у кока-колы вышла кола апельсин что ли что такое кола апельсин мне не понравилось не знаю какой то но очень-очень химический привкус и мне кажется пол осталось совсем другого вкуса кажется немножко испортили и вот сегодня увидел по акции 34 рубля вот такая бутылочка 05 стоит 250 сколько да ну да обычная бутылочка 05 3-4 рубля пепси манго называется обалденная ребята ароматная не очень сладкая запах вот как будто знаете реально вот положили настоящий манго кто не пробовал советую попробовать очень вкусно что-то очень вот так выглядит пятерочки точно есть не знаю как других магазинов а мне этого она очень нравится прям ням-ням-ням так пока идет дождь скажу вам сегодня что я привез вот такая вот у меня бумажечка какашечка здесь значит что есть что я сегодня возил с базы помидорки розовая здоровская я вам показывал у них бывают четверки пятерки шестерки тройки тройки наверно нет четверки и пятерки в основном ague пятерки эта какая лежат в 5 сегодня такие розынки помидор кукурузу взял ящик дыньку торпеду ящик там все одним ящики было пять штучек но не довольно таки крупные были а так и беру обычно когда в ящике 67 штук чтобы они были поменьше мне кажется такие больше берут вот арбузов 6 штучек взял лисичек 3 килограмма взял лисички сегодня были обалденные кому-то вот-вот только с леса ребята собрали и взял виноград зеленый одну штучку укропчика взял один пучок редиску взял три пучка редиска вот такая ребята вот такая крупная и не знаю я вам покажу что у меня выросло в теплице сегодня в редиске это просто смех не знаю хохотать можно долго написано крупные крупная редиска шикарная сочная посмотрите покажу и взял щавель килограмм вот и все как то так сегодня немножко сотни совсем немножко так сейчас дождик немножко пройдет и мы с вами пойдем на дачку посмотрим как там дела пособирать сегодня малину не удастся насчет крыжовника не знаю насчет крыжовника мы посмотрим будем собирать оба или нет надеюсь что дождь будет недолго потому что там уже все начинает вроде как светлеть будем сидеть и переждать нежданчик ну все ура дождь закончился девушка конечно же не знаю что я приехал это будет небольшой сюрприз но улице сейчас 14 градусов холодно надо сейчас там надеть курточку и ветер сегодня вот перед перед вот этим большим ливнем был очень очень сильный ветер промочить девушка спрятался в тепличке так меня не увидели как открыть как это открыть ладно сейчас подожду дедушку он не откроет деда открывайте ремок а угадай конечно привет ну что я хочу сказать все супер смотрите какой фиолетовый перчик то уже красавица и вот здесь уже перчик растет он какой и эти малыши карандаши подросли но медленно растут по что ребята тепла нет я очень переживал вы знаете говорил по поводу вишни да то что вишни не будет ну что она не зреет ребята она зреет вы только посмотрите видно вам вот она висит какая красная 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 красивая красивая и он там ее под листьями очень много вот две сестрички красавицы красавицы зреет вишенка так пошли в теплицу сразу покажу нашу не дари диску ну что пока мы здесь да зайдем сразу и посмотрим так это у меня вымахала вот такая огромная руккола вот такая говорят очень полезная ни разу я не пробовал а если пробовал то не знал что это и руккола это базилик вот такой вот он еще вот здесь вот есть я сделал вывод что в теплицу он растет намного лучше вот так вот он выглядит маленький так ну что вот редиска вот она почти вся такая кошмар кошмар это ужас реально ужас так помидорки вот для сравнения да кирилл вот даже моя рука и какая большая помидора вот их много много их на каждой на каждом этом стебле видите какие большие помидорки вот такие вот такие ну нормально так что вот такая у меня редиска так о флокса зацвели ребят зацвели флокса только ну они только начали вон видите какие и после дождичка красота но они еще не все раскрылись они будут прям шапками такими у нас очень красивые фоксы бархатцы бархатцы начали но это ребята реально какие-то бархатцы переростки вон там один видите такой яркий это астры вот такие огромные которые вымахали ежевичка сосна прижилась пролили я вам уже показывал их надо уже убирать сажать новые они уже свое ребята отжили вот такие вот обалденный цвет красивый и вот вот желтенький не знаю может домой нару что ли посмотрим так ну пошли смотреть что же у нас выросло гороха сколько ребята вот я как ухаживаю за горохом столько гороха и получается огромный высокий смотрите вот издалека вам покажу чтобы вы видели какой у меня вырос горох в этом году видите огроменный просто огроменный и весь в горохе в этом так вон кабачёвочки кабачёвочки ну их так везде на каждом много поэтому смотреть особо тут нечего я все жду когда же начнет цвести тыква что то на нет цветет ребята ну она вообще южная ну она вообще южная что то заныкана кулечка там заныкана так ну да тыква не цветет не цветет вот вон только торчат вот эти видите пустоцветы и все и ничего а купленная в магазине уже вот такая где то тут тоже есть не вижу вот маленькие еще так что у меня тут есть огурцы которые срывать можно но я пока увидел перцы смотрю перцы дождь опять пошел да перцев то много нормально нет вот можно снять этот вот там вот там огромный огурец вот там огурчик можно снять так вот там перцы уже огромные висят видите обработан на линии выискать лица уже ага так ну вот таки куда хочу выбери ягодки что забрать ягодки клубничка клёванные нет клёванные чтобы собираться ха ха ребята это клубника то конечно громко сказано что вырос то выросло как говорится да огурцы можно снимать перцы ладно те пусть висят зреют потом сниму на выходных может быть следующих ну так да видите сами огурцов много еще еще будет много дай бог красота крыжовничек да ну крыжовник наверное я пособираю все таки сегодня тут с одного куста уже собрано вот столько видите его и тут все ладно сейчас посмотрим спросим у дедушки собирать или не собирать может нам нужно будет куда нибудь его или маме не знаю сейчас посмотрим ребята опять идет огромная туча с дождем там что делать то собирать его или нет сейчас пока хожу думаю ооо сколько красной смородины ооо сколько много крупная крупная что делать наверно соберу я огурчики соберу что-то клубничку я даже такую пробовать не хочу какая-то она повидавшие виды потрепанная дождь все испортил все настроение ну что могу сказать я уже подготовился собирать крыжовник вот такая у меня шляпка ну она вся в дырку видите такая вот дырчатая чтобы мне шляпу точнее голову не намочила я нашел здесь пакет и наделал такой пакет на голову ну блин дождь идет ребята это вот пришла вот эта серая туча отстой я главное уже подготовился чтобы все это но я намокну сейчас полностью я сейчас подожду когда он пройдет и мы с вами собственно говоря пойдем крыжовник собирать точнее я пойду собирать один а вам уже покажу что я собрал вот такая вот у меня есть корзиночка девушка сам делает такие корзинки это из ивы вот такая замечательная видите у него там свое какое-то супер приспособление которое он сам придумал вот внизу лежит пакетик ну чтобы дно не мочил от ягодок если какие-то будут мятенькие так что вот такая замечательная корзинка есть маленькие длинные прямоугольные круглые квадратные всякие разные ребята есть так что пока будем ждать когда пройдет дождь и надо еще нарвать будет моих огурчиков там девушка там пошел с помидорчиками что-то делать подвязывать скорее всего малины опять очень много назрело очень много сейчас ее не пособираешь конечно такая красота в общем зато воздух очень свежий что самое главное потому что у нас два дня была очень страшная парилка на улице просто ужас зато хорошо беседочки тепло уютненько надо будет шторки поменять или вот сюда тоже еще повесить постирать повесить чтобы было покомфортнее а так мне нравится матюкальник что-то девушка сегодня его не включает в общем так зато самое главное что понимаете ветер не дует щели все мы заделали пеной видите ниоткуда ничего не поддувает тепло хорошо и дождь можно здесь переждать я смотрю что дождь закончился это с березы уже капает ой береза большая видите какая вымахала с каждым годом все больше и больше так что я сейчас беру корзин и как серая шапочка пойду собирать ну я не красная шапочка конечно что не сегодня серая шапочкой ха 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 ой не пойду собирать крыжопник как в детстве его назвал крыжопник вот так что соберу ягодке и покажу сколько набрал надо будет еще взвесить чтобы был килограмм Вот у меня попросили килограмм набрать. Килограмм-полтора, может, где-то так. Аааа, покапало. Так, пакет я уже снял. Проходи. вон два пакета наверху зачем мне пакет не нужен я говорю я снял что это пакет с головы шляпу снял малина какая вкусная ребят обалденная просто очень сладко так я хочу вообще домой срезать лилии чтобы они здесь просто так не стояли ну что вы знаете все равно особо их там в зарослях не видно срежу лилии домой хочу отнести чтоб дома красиво хоть постояли вот и чтобы они не пахли срежу у них тычинки кто не знает их надо срезать ну кто не переносит сильный запах лилии да вот тычинки у них у них надо срезать руками лучше не убирать потому что запах может остаться на пальцах я ножницами и аккуратно их срежу вот и повезут домой пусть дома будет немножко красиво раньше помню все время когда астры цвели когда цвели лилии еще какие-то цветы все время домой носили тюльпаны вот что я собрал полтора килограмма крыжовника даже вот такой зелененький попробуем тоже сладкий вкусный такой хороший и вот 5 огурчиков сегодня больше ничего не хочу брать а укроп там есть убрать еще да наверно надо взять все но сегодня надо в город по делам не возьму и укропчика лука и салатика надо взять вот так в принципе как-то вот так больше наверно ничего делать не будем сейчас там девушка пол доложит в парнике потому что там что-то досочки немножко прогнили на которой у нас банки с водой стоят и в принципе все и все 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 слушай как ты думаешь этот перец фиолетовый уже снимать можно наверно он уже давно так стоит фиолетовый и все сниму наверно перец в чем вот просто так стоять я его есть не буду но я все равно я его все равно есть не буду поэтому еще наверно дождь будет справа небо голубое красивая а слева тучи темно что ты говоришь песня поет так что так такие дела огурцы растут помидоры растут кабачки растут тыква не цветет не знаю почему наверное ей не хватает все таки жары тепла наверное поэтому не знаю как будет так будет ничего страшного в следующем году посадим туда чем другое есть там одни планы но это в следующем году будет ну как то так мои хорошие какая красивая бабочка смотрите летает ну какая замечательная так все всем пока всем всего самого доброго прекрасного чудесного отличного настроения прекрасной теплой погоды не как в питере сейчас и до нового влога всем пока так